За последние 20 лет роль вратаря в футболе сильно изменилась. Теперь от стража ворот ждут в первую очередь не сейвов и прыжков на ленточке, а уверенных выходов и качественной игры ногами. Хедлайнером этого стиля стал Нойер, за ним подтянулись Алисон, Эдерсон, Терштеген и другие. Тибо Куртуажа никогда не котировался как вратарь-революционер. Бельгиец всегда был хорош в первую очередь в рамке, и одно время казалось, что при всем таланте время высоких вратарей прошло. Но в последние годы сложно назвать более сильного и стабильного голкипера, чем Тибо. В этом видео мы предлагаем раскрыть детали игры Куртуажа и понять, за счет чего он вышел на такой уровень и почему высокий рост для вратаря может стать проблемой. А перед началом видео давайте проверим ваши знания футбола. Назовите самый дорогой трансфер бельгийского футболиста в истории. Лукаку, Дебрёйне, Азар. Свои варианты ответов можете оставлять в комментариях, а мы начинаем. ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ГЕНЫ Первое, что бросается в глаза при взгляде на Куртуа – это его данные. Поначалу Тибо может показаться слишком высоким и нескладным. Но впечатление обманчиво. Рост ровно в 2 метра при весе 95-96 килограммов дают Куртуа оптимальное вратарское сочетание, позволяющее достать любой мяч. Благодаря росту, длинным рукам и поставленному прыжку, Тибо еще в юные годы летал по девяткам. С годами бельгиец чуть оброс мышцами, но не потяжелел настолько, чтобы тело слишком рано тянуло к земле при прыжках. Скажете, что ему просто повезло с врожденными данными? Окажетесь правы и неправы одновременно. Тибо и правда повезло с Генами. Он родился в семье профессиональных волейболистов – Тьери и Ламбрихтс Куртуа. Его мама и сестра и вовсе играли в волейбольной сборной Бельгии. Родители были высокие и спортивные, а сам Тибо не сильно перегнал в рост отца. Так вот, с раннего детства родители определили сына в волейбольную секцию. Там Тибо учился правильно прыгать, приземляться, развивал координацию, пластику и прыгучесть. Но в 5 лет мальчик увлекся футболом и сказал родителям, что хочет играть в него. В раннем возрасте Куртуа оказался в академии клуба Билзен, где тренеры выделяли его телосложение. «Он был крепким малышом», – вспоминает первый тренер Тибо Барт Теннисон. «Тихий парень, но уже в то время был очень серьезным. У нас не было постоянного вратаря, потому что в этом возрасте игроков всегда ротируют. Но мы видели, что у него хорошие рефлексы». В 8 лет Куртуа привлек внимание скаута Генка. Пришлось ежедневно ездить на тренировки в соседний город. К слову, до 12 лет Тибо играл в поле, а в ворота вставал лишь время от времени. Бывшие партнеры Куртуа по команде говорили, что он играл на позиции левого защитника и точно не котировался, как один из талантов. К слову, это одна из причин, почему Куртуа не потерялся в современном футболе и уверенно играет ногами. База у него хорошая. Понятно, что он не пинает мяч на уровне Алисона или Нойера, но технический брак у него все же очень редок. Вернемся к истории. Все изменилось на одном турнире, когда Тибо поставили в рамку, и он завоевал приз лучшему вратарю розыгрыша. Он был непринужденным парнем, расслабленным, вспоминая тренер вратарей молодежки Генка Жильбер Рукс. Он легко всему обучался. У него была правильная координация тела, хотя он играл правой рукой и левой ногой. И у него были удивительные рефлексы. До своего 12-го дня рождения он регулярно играл как полевой игрок, потому что его родители не хотели, чтобы мы привязывали его к одной позиции. Рефлексы, координация и умение быстро складываться тут же стали главными фишками юного Тибо. И базу ему заложили именно занятия волейболом. Параллельно с игрой в футбол Куртуа несколько раз в неделю занимался гимнастикой, брал дополнительные занятия по вратарскому искусству и играл с друзьями отца в волейбол. Лучше расскажет сам Тибо. Я вырос в волейбольной семье, где высоким игрокам также приходится быстро нырять. Так что я думаю, что в моем стиле есть что-то генетическое. Когда я был маленьким, родители и братья играли в волейбол. Еще у нас дома была площадка для пляжного волейбола, и мне нравилось падать в песок, пытаясь дотянуться до мяча. Уже тогда у меня появились вратарские рефлексы. У меня хорошая реакция. Я быстр для своего роста, поэтому я могу дотянуться до тех нижних мячей, до которых, как кажется, высокий парень просто не успеет упасть на газон. Я могу тащить такие удары, потому что я быстрый и высокий. Я уверен, что игра в волейбол сильно помогла мне. Адаптивность и готовность меняться. У Куртуа и правда были хорошие данные, но он развил их до топового уровня сам бесконечными тренировками и желанием учиться. Тибо точно нельзя считать вратарем, пользующимся преимуществами, которые дает ему его дело. Высокий рост для вратаря – хорошее подспорье, но вместе с тем высоким голкиперам нужно учиться быстро и правильно работать ногами, чтобы не пускать мячи под собой. И с этой проблемой Куртуа пришлось бороться уже в раннем возрасте. В Академии Генка Тибо считался талантливым вратарем, но выше котировался его одногодка – Коэн Кастельс. Кастельс был таким же талантливым, но лучше сложенным. Жильбер Рукс вспоминал, что Куртуа поздно вырос. В 13-14 лет вообще были сомнения, сможет ли он пойти дальше молодежной команды. За короткий период времени Тибо быстро вытянулся и первое время не мог адаптироваться к новым габаритам. Стал неуклюжим и пропускал глупые мячи. Кое-кто в Генке даже думал показать парню на выход, но Рукс настоял на том, что в мальчишке есть что-то особенное, и ему нужно дать шанс. Именно Кастельс первым дебютировал в возрослой команде и первым получил вызов в молодежную сборную Бельгии. Куртуа был очень этим расстроен и думал над своим будущим, но Тибо повезло с окружением. Тренеры поддерживали его и помогали развиваться дальше. К слову, Кастельс так и не стал топом. Поиграл за Хофенхайм и Вердер, а сейчас выступает за Вольфсбург. В 16 лет Куртуа дебютировал во взрослом футболе. Помогли травмы и дисквалификации аж пяти вратарей. Так шестой вратарь в клубном ростере получил свой шанс. Тибо пропустил два мяча и весь следующий сезон провел на лавке, не сыграв ни в одном официальном матче. С тем дебютом связана забавная история. Юному Тибо запрещали общаться с прессой, а его дела вел отец, к слову, и сейчас являющийся его агентом. По словам отца, пока по телефону он разговаривал с тренером, сообщившим, что на следующий день Тибо дебютирует в основе, будущая звезда прыгала на батуте на соседнем участке. Отец Куртуа тогда пошутил. Наверное, стоит сказать ему, чтобы был поосторожнее. Вообще, этот период показателен. Куртуа родился в хорошей и обеспеченной семье. Родители всячески поощряли его спортивные успехи, оплачивали тренеров и вели его дела, позволяя целиком и полностью сосредоточиться на игре. Перед началом сезона 2010-11 тренер Франк Веркаутерен, который спустя несколько лет окажется в Самаре и возглавит крылья советов, выбрал 18-летнего Куртуа в качестве первого номера. И вот тогда Тибо поразил всех. Генг в блестящем стиле впервые за 9 лет выиграл чемпионат, а Куртуа попал в шорт-листы половины топ-клубов Европы и вскоре стал самым молодым вратарем в истории сборной Бельгии. Летом 2011 года Куртуа за почти 9 миллионов евро перешел в Челси. И тут же был отдан в аренду в Атлетика. О длинном бельгийце в Лондоне еще почти ничего не знали, но Диего Симеон, для которого игра в обороне всегда котировалась на особом уровне, увидел в парне что-то особое и настоял на аж трехгодичной аренде. Это было начало новой эпохи вратарей. Тем же летом Давид Дехеа перебрался из Атлетика в Мью, а Бавария приобрела у шальки Мануэля Нойера. За три года в Мадриде Куртуа завоевал Лигу Европы и Кубок Испании, сыграл в финале Лиги Чемпионов, но главное – получил невероятный опыт. Тибо стал дико уверен в себе. Повлияла и боевая ментальность команды Симеона, и надежность обороны, которая редко допускала моменты у ворот бельгийца. Чаще всего нападающие попросту не могли пробраться в штрафную Атлетика, оставалось бить издали. И тут уже в фирменных прыжках по углам блистал Куртуа. В 23 года Тибо вернулся в Челси, вытеснил Петра Чеха из стартового состава и на годы застолбил за собой место первого номера. И вот тут Куртуа пришлось меняться снова. С одной стороны, его рост и длинные руки были как нельзя кстати для АПЛ, Тибо очень уверенно чувствовал себя на выходах. С другой стороны, оборона Челси не славилась надежностью, а мяч постоянно метался по штрафной. В итоге Куртуа пришлось куда чаще справляться с ударами со средних и ближних дистанций. Плюс Атлетика традиционно играл низко, а в Челси Куртуа постоянно приходилось вступать в дуэли 1-1. Бельгиец не всегда правильно компоновал тело в таких моментах и пропускал голы низом. Особенно показательными были два пропущенных между ног гола от Месси в матче 1-8 лиги чемпионов с Барселоной в 2018. В том же сезоне Куртуа занял 31-е из 38 мест среди вратарей АПЛ по ожидаемому числу голов после ударов и пропустил на 3,3 мяча больше, чем среднестатистический вратарь Лиги. Да и вообще за пять лет в Англии он ни разу не попадал в число лучших вратарей Лиги по проценту отраженных ударов. С такой статистикой Куртуа подходил к чемпионату мира в России, где сыграл просто блестяще и взял приз лучшему вратарю турнира. Причина вся та же. Бельгия имеет надежную и сыгранную линию обороны, которая держит соперника на расстоянии от ворот. В таких условиях Куртуа блистает. Но прибавлять в отражении ударов из штрафной Тибо начал при штабе Антонио Конте. Тренер вратарей Джан-Лука Спинелли, к счастью, Куртуа отказался от силовых тренировок в пользу инновационных тренировок. Он помог бельгийцу развить работу ногами и убрать давнюю проблему. Слово Куртуа. Тренировки со Спинелли совсем другие, поскольку он из итальянской школы. Он хочет, чтобы при нырке я сразу прыгал в сторону, а не делал сначала шаг вперед. В детстве меня учили делать шаг вперед перед нырком, но он предпочитает, чтобы голкипер сразу же двигался в сторону. Это позволило улучшить скорость моих нырков, и я быстрее оказываюсь на газоне. Кроме того, на тренировках мы намного больше работаем с мячом, всегда практикуем ситуации, которые могут возникнуть по ходу игры. Это итальянская черта, поэтому можно сказать, что я научился этому у Буфона. Я всегда стараюсь учиться новому у разных вратарей. В следующем блоке мы чуть подробнее расскажем о проблемах нового захода Тибо в Реал. Но на Сантьяго Барнабе у бельгиец продолжил прибавлять. После сложного адаптационного периода бельгиец вышел на проектную мощность и в конце концов выдал мощнейший сезон, в котором Реал взял золото Ла Лиги и Лигу чемпионов, а сам Куртуа получил приз в FIFA лучшему вратарю сезона. Ну а финал ЛЧ Тибо у Ливерпуля выиграл в одиночку, показав, как прибавил в сложных компонентах. Куртуа совершил несколько решающих сейвов, но особо запомнились два. Первый – перевод мяча в штангу после удара Мане. Обратите внимание, как реактивно и четко сложился Куртуа при ударе из пределов штрафной. Второй сейв – выход один на один на Салаха, который Тибо нейтрализовал с шикарным выбором позиций и компоновкой тела. В общем, яркий показатель того, что бельгийц работал над своими слабыми сторонами и с годами стал абсолютным галкипером без уязвимостей. «Я сказал Куртуа, что он выиграл финал для нас. Он заслужил этот трофей», – сказал после матча Карл Анчелотти. Ну а совсем недавно мы рассказали про клуб бельгийца и о футболистах, которые отказали Реалу. Кто еще не успел посмотреть, мы вам рекомендуем. Там есть много легенд футбола. Приятного просмотра! Ментальная устойчивость При написании игрового портрета Куртуа невозможно обойти стороной и его личность. Тибо время от времени притягивает к себе скандалы. В сборной у него уже не первый год, мягко говоря, натянутые отношения с Кевином Дебрёйне, после того, как Тибо переспал с его девушкой. Фанаты «Атлетика» ненавидят бельгийцы за трансфер в Реал, особенно после слов о том, что сливочные выигрывают финалы, в которые выходят. Болезненная тема для матрасников. Ну и болельщики Челси Куртуа вряд ли поминают добрым словом после того, как он саботировал тренировки, настаивая на продаже в Мадрид. Да и ошибки Тибо время от времени допускал, так что под давлением он играл плюс-минус всегда. Особенно сложным выдался первый период в Реале. В первом сезоне Куртуа бодался за место в старте с Кейлором Навасом, что не лучшим образом сказалось на его игре. Ну а после ухода к стариканцу Тибо заявил, что считает себя лучшим вратарем мира. А спустя несколько дней пропустил пять мячей за тайм в предсезонном турнире от «Атлетика». Куртуа плохо начал сезон, пропускал необязательные мячи и явно плыл вместе со всей командой, переживавшей сложные времена. В октябрьском матче Лиги чемпионов за первый тайм он пропустил два гола после трех ударов брюги. В перерыве его заменили, а позже стало известно, что вратарю стало плохо. В раздевалку он пришел с зеленым, а до дома добирался на пассажирском сидении. Рулил его отец. Как оказалось, у Тибо был приступ желудочного гриппа, но испанская пресса уже успела приплести ментальные проблемы. Куртуа пришлось жестко отвечать. «Я знаю, что значит быть игроком топ-уровня. Я очень счастлив. У меня нет никаких проблем с психологией. Я не испытываю нервозности. Журналистам стоит перестать писать такие вещи. Это неуважительно по отношению ко мне и к людям, у которых действительно есть подобные проблемы. Болельщики Реала всегда требовательны. Мы знаем это. Я сделаю все, чтобы они мне снова аплодировали». Важно отметить отношение Куртуа. Даже в сложных ситуациях он продолжает дико верить в себя и остается непоколебимым. Еще в Челси на вопрос о лучшем вратаре лиги он уверенно называл себя. Это та ментальная особенность, которая очень важна для вратарей, особенно на таком уровне. Ошибки допускают все. Важно, как футболист с ними справляется и какие выводы делает. Куртуа уверен, что его потенциал безграничен, и эта уверенность дает силы не только ему, но и всей команде. Показательное возмущение Куртуа после голосования за золотой мяч после того феричного сезона, в котором он вытащил финал ЛЧ. Я считаю, что выиграть ЗМ вратарю невозможно. Ты выигрываешь Ла Лигу, Лигу чемпионов. Твоя команда побеждает благодаря твоим сейвам. А в итоге занимаешь лишь седьмое место. Недавно меня не включили в топ-10 лучших вратарей. После такого сезона, наверное, меня все-таки стоит включить. После моего первого сезона в Мадриде многие не любили меня, но теперь я победитель. Субтитры создавал DimaTorzok